В Томске сотрудники ФСБ задержали главу местной администрации Ивана Кляйна прямо во время совещания. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. Мэра города по совместительству называют пивным королем. Только за прошлый год мэр задекларировал почти 300 миллионов рублей дохода и возглавил список самых состоятельных городоначальников России. Задержание в прямом эфире внимательно посмотрел наш корреспондент Дмитрий Барбаш. Скажите, пожалуйста, какие-то официальные комментарии кто-нибудь предоставит сегодня? В мэрии Томска хранят молчание. Хотя задержание многие видели буквально в прямом эфире. За Иваном Кляйном пришли в разгар рабочего дня. В этот момент он проводил совещание по видеосвязи. Из кабинета градоначальника вывели уже в наручниках. Иван Кляйн мэр со стажем. Город возглавил в октябре 2013. До этого 4 созыва был депутатом городской думы. Еще его называют пивным королем. В 1985 он, выпускник университета, пришел на Томский пивоваренный завод главным механиком. В 1991 стал его директором. Позже возглавил и акционерное общество «Томское пиво». По версии следствия, в 2016 он, как главный акционер, распорядился дорисовать вокруг склада, принадлежащего заводу, 300-метровую санитарную зону. Недостоверные сведения вокруг объекта внесли в генплан. На их основании отказали местному застройщику, который хотел возвести на этом месте жилой комплекс. В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования земельного участка по планируемому назначению, а именно строительству многоэтажных жилых домов. Номинально владелец «Томского пива» супруга Ивана Кляйна – Галина. Мэр – главный акционер. В 2018 выручка завода составила 5 миллиардов рублей. Примерно годовой бюджет города. Его сотрудники на него просто молятся, потому что у них там социалка такая обалденная. «Томское пиво» – это гигантские деньги. Это НДФЛ очень большой, который остается в региональном бюджете. Я, в частности, встречал информацию о том, что как раз задолжал почти полмиллиарда рублей банковским структурам, не рассчитался, его бизнес не рассчитался с поставщиками по Сободу и прочему. Ивана Кляйна называют самым богатым российским мэром. Зарабатывает в пять раз больше, чем все руководители областных и краевых центров Сибири вместе взятые. В 2019 его задекларированный доход составил 290 миллионов рублей. Еще почти 134 миллиона за этот же период заработала его жена. В налоговой декларации супругов значатся 4 земельных участка, 3 квартиры, одна из них площадью 188 квадратов, 2 гаража, несколько нежилых помещений. Семье также принадлежит 90% факций предприятия «Томское пиво», 51% у Кляйна, 9% у супруги и по 10% у их дочерей – Марии, Натальи и Светланы. С их именами также связаны десятки других региональных предприятий. Так в Томске отмечали День города в 2018-м. Кляйн любил гулять широко и с размахом. Он придумал даже свои праздники – День томича и День юного томича. При мэре в центре города исчезли рынки, появились новые микрорайоны. В этом году по программе «Аренда за рубль» на 49 лет инвесторам были переданы 18 старинных деревянных домов с условием их полной реконструкции. За последние годы проспект Лень насилились в месте, центральные улицы, центральные скверы. И улицы стали лучше убираться, а для Сибири это большая проблема, снег зимой и так далее. Процедура ареста мэра и как он занимается благоустройством – это всегда, на самом деле, невзаимосвязанные вещи. Могу вспомнить мэра Тамбова, которого тоже посадили, и он сидел длительный срок. Человек занимался благоустройством, там какие-то 16 фонтанов открыл в городе, в Тамбове улицы отремонтировал. Ну и проблем в Томске по горлышкам социалка пробки – конечно, коррупция. В июле этого года точно так же на рабочем месте задержали замглавы города Евгения Сурикова. Его обвиняют в получении взятки стройматериалами на сумму 330 тысяч рублей. Их чиновник хотел использовать при возведении своего коттеджа. Да и саму должность мэра местные журналисты давно окрестили нехорошие. На скамье подсудимых оказались два предшественника Ивана Кляйна. Александра Макарова в 2010-м приговорили к 12-ти годам колонии строгого режима за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки. Николая Николайчука в 2015-м признали виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к четырем годам решения свободы условно. В городской администрации дома у Ивана Кляйна и в офисах Томского и Пива прошли обыски. Чиновнику, как и его предшественнику, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий по решению суда. Два ближайших месяца он проведет за решеткой. В следственный изолятор Иван Кляйн поехал еще в статусе мэра. Дмитрий Барбов, Надежда Сережкина, Александр Зазули и Алексей Дудченко. Программа «Вместе».